Год до старта. 7 февраля пошел обратно отсчет до начала зимних Олимпийских игр в Сочи. Билеты с этого дня уже в продаже на официальном сайте. Например, попасть на лыжные гонки можно за 1200 рублей. Это минимум. Кстати, в этом виде спорта у самарского спортсмена Игоря Усачева есть все шансы занять призовое место. С кандидатом номер один встретилась Марина Низамова. 14-го я опять улетаю, 18-го я прилетаю, 19-го улетаю. Потом 23-го прилетаю, числа 26-го, 27-го опять улетаю. Я уже запутался, я куда улетаю, прилетаю. Города и страны сменяются с бешеной скоростью. Игорю Усачеву в этой гонке нужно не просто доказать, что он достоин представлять Россию на Олимпиаде, но в решающий момент прийти первым. Повторить то, что он делал годами. В большом спорте тут не то, что сила воли. Здесь должно все сложиться. И подготовка, и смазка, и плюс само настроение. Сейчас уже в большом спорте мелочей не бывает. И сейчас уже каждая частичка состоит там, может даже по одному проценту. И все это должно сложиться в 100%. И от этого получается большой результат хороший. Свой первый результат в третьем классе на уроке физкультуры помнят до сих пор. Тогда его и заметил тренер, пригласил заниматься. Школьник тут же сообщил об этом родителям. Теперь родные чемпионы России не видят его месяцами. Особенно летом, когда в Самаре заниматься просто негде. Но ситуацию обещают исправить уже в следующем году. На Чайке намерены строить лыжероллерную трассу, которая сможет принять даже спортсменов из других регионов. Но и зимние трассы тоже нужно обустраивать. На управленческом требуется новый лыжный комплекс. Проводить как учебно-тренировочный процесс на очень высоком уровне, так и соревновательный процесс. Сами соревнования уровня начинаются российского и заканчивая международным. Потому что голомогация этих трасс позволяет это делать. Уникальный рельеф заставлял попотеть даже чемпионов страны. Но для подготовки профессионалов нужна новая база. Чайка для всех желающих встать на лыжи маловато. В последние годы популярность этого спорта заметно растет. Заниматься приходят даже школьники, которые только начинают свою спортивную карьеру, но имеют все шансы когда-нибудь попасть в олимпийскую сборную страны. Марина Низамова, Михаил Смирнов, Новости губернии.